Здравствуйте! Сегодня такой необычный, немножко яркий даже у меня вид. Объясню почему. Сегодня буду рассказывать интересную тему. В данном случае у меня года полтора назад была написана статья. Называлась «Мифы о фильтрах для подводной съемки». В данном случае это фильтры, которые изменяют цветовую составляющую. То есть это оранжевые, либо фиолетовые фильтры для голубой воды. Хотел бы пояснить физику процесса и наглядно показать, в чем же большая ошибка и заблуждение тех, кто говорит, что надев фильтр мы прибавляем красный. Давайте разберемся в физике процесса. Я расскажу, как на самом деле происходит работа фильтра под водой с погружением на определенные глубины. И мы это рассмотрим на графике. Итак, смотрим. Мы находимся на поверхности воды. В нашем случае любая наша видеокамера или фотоаппарат в режиме видеосъемки вкладывает цвета из трех цветов. Красный, синий и зеленый. На поверхности воды они у нас в стопроцентном варианте. То есть они у нас полные. Дальше мы берем что? Мы погружаемся под воду. Погружаемся примерно на 5-10 метров. Что происходит далее? Солнечный свет, который проходит сквозь тотущую воды, теряет составляющую, такую как красный цвет. Она меньше всего проходит в глубину тотущую воды, поэтому теряется быстрее всего. И чаще всего мы это замечаем, когда мы видим синюю и зеленую съемку. И тут есть два варианта решения этой проблемы. Как вашу синюю и зеленую съемку сделать цветной? Первый вариант. Как люди считают, мы берем цветной фильтр, оранжевый. Ставим его перед камерой и получаем цветную картинку. Да, вы получаете цветную картинку. Но что же происходит? Когда я общаюсь с людьми, я всегда спрашиваю. Вы знаете, что происходит под водой, когда вы ставите оранжевый фильтр? Мне отвечают, конечно, знаем. Мы устанавливаем фильтр и добавляем красный. И в таком случае я спрашиваю второй вопрос. А откуда вы взяли там красный? То есть вот он исчез на глубине 10 метров на какое-то количество. И тут вы вдруг взяли, поставили фильтр, добавили красный? Да, говорит. Я говорю, а где он взялся? Откуда? Итак, давайте разберемся, что же происходит. Мы берем, ставим фильтр. И в данном случае мы не прибавляем красный. Мы обрезаем синий и зеленый до состояния красного. Тем самым выровняв баланс между цветами. И получив более-менее красивую картинку. То есть ту, которая соответствует цветам. Но при этом мы уже потеряли примерно 18-20% цветовой палитры. То есть наши цвета остались цветными, но потеряли в насыщенности. И так происходит дальше. То есть мы еще опускаемся на 10 метров. Опять теряем красный. Опять ставим фильтр. Точнее фильтр у нас уже ставит. И он опять нам режет синий и зеленый. Оставляя нам только то количество красного, которое будет соответствовать этим синим и зеленым. Точнее синий и зеленый будет соответствовать тому количеству красного, которое присутствует на данной глубине при данных условиях. И есть, несомненно, второй вариант. Он немного более сложный, но более предпочтительный. Потому что вы ничего не теряете при этом варианте, но получаете картинку насыщенную, сочную, с теми правильными цветами, которые есть. При этом вы не используете фильтры. Вы используете управление балансом белого на вашей камере. И используете внешние источники освещения. Такие как подводные фонари. В следующих видео я обязательно расскажу, как правильно выбрать фонарь. На какие характеристики фонаря стоит обратить внимание. Какие светодиоды лучше, какие хуже. И почему они хуже. И если многие снимали под водой, то замечали, у них цвета лиц. В данном случае мое, вот оно реальное. Лицо розовое и цветы тела. То когда вы начинаете снимать под водой, вы очень часто замечали, что лица у людей серые. Либо серо-синие, а еще бывает и фиолетовый. Это говорит о том, что вы выбрали неправильный фонарь. А с вами, как всегда, был Максимов Альберт. Спасибо вам большое. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Напишите в комментариях, какой бы вариант вы хотели бы применить у себя. Пробуйте, снимайте красиво. И удачи вам. До свидания.